Утро на Болткоме Ну а мы продолжаем Утро на Болткоме И сегодня вот одно из тоже таких, мне кажется, нашумевших тем Стали изменения на центральном рынке Молочный павильон, тот самый, который был довольно долгое время Закрыт на реконструкцию и ремонтировался, реставрировался Вот сейчас он был переделан и открылся Вот буквально на днях там открылись такие промтоварные Промтовары стали продавать Это вызвало неоднозначную реакцию Хотя вот я часто захожу на центральный рынок, я прошел Вот еще практически там пол павильона не работает Только-только все потихонечку приводится Ну открываются вот эти небольшие ларечки Ну да, многие говорили, что да, это, дескать, возврат к 90-м Почему, дескать, такое допустили руководство рынка Но, с другой стороны, за углом же был целый промтоварный рынок Где продавали просто на картонке Ну не только за углом, там, в общем-то, целая территория была промтоварного рынка И на площади Гоголя Вот эти все будочки тоже оставшиеся там с начала 90-х Которые относительно недавно снесли Все вот это там висело То есть людям торговать где-то надо Есть спрос, есть предложение Эти товары не покупаются Их вот сейчас предлагают в бывшем молочном Часто промтоварный Наверное, так полуофициально переименовали С нами на связи мы установили ее Артист Друбин Экс-председатель правления Рижского центрального рынка Артист, доброе утро Доброе утро Отлично, все работает и слышно и видно Расскажите, пожалуйста, в чем была логика вот этой замены молочного павильона на промтоварный? Ну, наверное, надо начинать с того, что, в принципе, те люди, которые посещают центральный рынок Должны вспомнить, что уже где-то как минимум три года назад Молочный павильон на самом деле был только названием молочного павильона Потому что и в то время молочная продукция составляла примерно 30% Все остальное абсолютно не относилось к молоку и к молочной продукции То есть, если так честно посмотреть в прошлое То и в то время там находился алкогольный магазин и три аптеки И продавались и носки, и продавалась одежда Продавались копчения Даже один стенд продавал рыбные консервы То есть, говорить о молочном павильоне как о молочном павильоне Это было бы абсолютно неправильно Второй фактор, который нельзя не отмечать И вы правильно упомянули перед разговором со мной В начале 2020 года по решению правления города Риги Был снесен весь комплекс этих будочек торговых на Гогольской площади И целый ряд торговцев, надо отметить честных торговцев Остался без своих торговых мест И в то время мы абсолютно честно всем обещали Что предоставим места на территории Рижского центрального рынка В принципе, если бы не COVID-19 И если бы не вот этот запрет торговать промтоварами То этот молочный павильон по теории должен был уже открыться Как промтоварный павильон уже в конце весны 2020 года Просто вот все эти ограничения отдалили нас от этого момента Но это в нашем понятии абсолютно логичные и последовательные шаги с нашей стороны То есть сейчас на данный момент в павильоне 67 торговых мест Из которых 65 арендовано То есть, как уже и говорилось, есть спрос, есть торговцы То есть, есть определенная социальная среда Которая действительно и одевается на центральном рынке И обувь покупает на центральном рынке И это немаловажно Немаловажно для нас Но вот эти торговые места, вы упомянули Одежду и обувь, они оборудованы раздевалками какими-то человеческими Или как когда-то в 90-е на картонке? Нет, как вы знаете Сейчас каждое место является как отдельным местом В нашем понятии мы даже не то, что ухудшили Мы улучшили эту ситуацию То есть, если когда-то действительно было Как в давних 90-х годах Где-то ты зашел на какой-то картонке, встал Это довольно неприемлемо для нынешних дней То сейчас эти места оборудованы Но как будет оборудоваться именно место, где переодеться Где попробовать что-то надеть или обуть Это уже на совести каждого торговца отдельно, конечно Но места для общей торговли мы оборудовали В нашем понятии довольно понятно и современно Телефоны в студии 67212-93-9 67213-93-9 Вот слушатели нам пишут Рынок превратился в торговый центр типа Моллс Но тем не менее, слушательница говорит Вот выбора никакого А тряпки и обувь можно купить и на своем районе Цены все-таки очень большие Но вот по поводу ценовой политики Насколько это может конкурировать С большими супермаркетами, которые тоже торгуют одеждой Вы знаете, на ценовую политику Рыжский центральный рынок никаким образом влиять не может и не будет Это действительно ответственность каждого торговца Потому что мы только предоставляем места для торговли Но учитывая, как мы уже только что заранее говорили Если, очевидно, есть спрос, есть интерес Значит, цены такие, что они конкурентоспособны И люди сюда приходят и покупают Как я уже говорил, и одежду, и обувь У нас есть звонок из прямого эфира Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Ну, действительно, рынок превратили в барахоловку какую-то А вот что касается торговли молочными продуктами Ну, согнали вот этих частников всех в этот один павильон Ну, сейчас, правда, он закрыт Этот ресторан где был Там эта громкая музыка Целый день Эти продавцы там есть знакомые Они говорят, в конце дня голова болит от этой музыки Так нельзя было ли хотя бы один павильон отвезти Действительно, может, и торговцев этих молочными продуктами было больше Так как места там уже нет Там стиснуты все друг к другу Как-то немножко надо менять свое это Пиласово-то есть Спасибо Спасибо Кстати, я не знаю, в каком случае их музыка Мне кажется, речь идет о гастрономическом павильоне, где фудкорт Видимо, его имела в виду слушательница Он закрыт уже около года Да, уже год Артист Друинекс поправит, если я не прав И музыка там никакая не играет Да, уже не играет Да, кстати, я напоминаю Вчера просто был, проходил по рынку И поэтому я могу Это есть такое восприятие, которое где-то, когда-то, несколько лет назад проходило мимо И тебе показалось И потом ты году будешь еще рассказывать, как на рынке до сих пор что-то происходит Хотя, на самом деле, это уже не так Я напоминаю, с нами Артист Друинекс, председатель правления Рижского центрального рынка Есть ли у вас что-то прокомментировать, добавить? Да, конечно Спасибо за ваше мнение Спасибо, Александр Вы абсолютно точно упомянули Очевидно, имелось в виду гастрорынок, который действительно уже больше чем год не работает То есть это музыка И в то время она практически целыми днями не звучала Она активизировалась больше к вечеру Но это действительно прошлое И говорить сейчас об этом имеет ли это смысл? Я думаю, что навряд ли Говоря о торговцах молочной продукции Практически все те торговцы молочной продукции, которые стояли в свое время В молочном павильоне Они очень правильно и очень корректно поместились в гастрономический павильон Но надо учитывать то, что есть спрос, есть предложение На данный момент прекрасно перекрыты все вопросы по молочной продукции И они все стоят уже два года в гастрономическом павильоне И весь спектр продукции предложен Так что все те, которые постоянные покупатели центрального рынка Они знают своих продавцов, они к ним идут И единственное, что они идут в гастрономический павильон Где все это в таком же полном спектре продается, как это было когда-то в молочном павильоне Вот у меня к вам вопрос есть Действительно после открытия этого промышленного павильона Неоднозначно было это воспринято То есть люди в социальных сетях Некоторые сравнивали его с барахолками 90-х И с какими-то базарами в российской провинции Будет ли учтено это мнение И возможно как-то немного изменен дизайн в будущем Или вы об этом не думали? Нет, 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 я хочу поправить В целостности мы и все время говорим и напоминаем Что это временное решение То есть как мы в начале 2020 года Когда все торговые будки были снесены на Гогольской площади Мы давали обещание торговцам Что мы создадим возможность им торговать на территории рынка Потому что не все были замешаны в каких-то, скажем, действиях Которые были противозаконны Очень множество этих торговцев с Гогольской площади Они честные, скажем, съемщики этой территории Они честные бизнесмены И мы обещали, что они смогут торговать на центральном рынке То есть я хочу сказать, что это временное решение Исходя из этого мы думаем, что это через каких-то лет Но через года два-три будет дальнейшее решение По павильонам, по развитию рынка И павильон будет опять переобразовываться И он станет другим То есть у нас есть мысли, как вы знаете Такие же торговые будки находятся на Прагас, Ела Ну, в начале Прагас, Ела И на Эдю Лаукумс То есть по усмотрению, скажем, рекомендациям того же города И по нашим планам развития мы собираемся эти будки Ну, как несоответствующие времени в данный момент Как-то переоборудовать и перенести Так что это временное решение Которое мы действительно больше Мы больше сдержали обещания тем торговцам Которые остались без работы Которые остались без своих торговых мест в 2020 году Тут просто мне капслоком написали Прошу озвучить И, значит, идут несколько тоже таких вопросов Читательница, ну, слушательница жалуется на то Что вот три раза ловила пара продавцов на том Что ее, ну, она считает, что обвешивали Вот с сыром и с овощами Перевешивала на весах на базаре Но я как раз и хочу сказать Что есть несколько ведь контрольных весов Где можно перевесить И сразу, ну, сразу убедиться Тебя не обманули Или все было в порядке Сейчас мы, главное, перешли С вопроса по молочному павильону К вопросу про честность продавцов, я так понимаю Хорошо, отвечая на ваш вопрос Да, вы абсолютно правы В каждом павильоне есть контрольные весы В каждом павильоне есть соответственный По павильону человек В каждом павильоне практически Всегда находится представитель центрального рынка И мы, конечно, стараемся Но мы отвечать за честность С каждого индивидуального продавца не можем То есть, очевидно, все-таки Какие-то нечестности имеют место быть Но в любой момент, когда вы Или чувствуете, что что-то не так Или вам кажется, что вас обвесили Или обманули Вы сразу же У нас есть информативные плакаты На стенах с телефонными номерами Ответственных за павильон И сразу же звоните ответственному человеку за павильон Идите к контрольным весам Требуете чек Что является само собой понятным То есть, это все решаемо Ну, это просто, я думаю Такая в тот момент Может быть, шок или нерешительность Какого-то покупателя Но на самом деле у нас Эта вся система отлажена Так что в любой момент Обращайтесь и вам Сотрудники центрального рынка помогут Получается, что Вот по поводу чеков Если мы говорим про промтоварный рынок Здесь все, как в других магазинах У человека остается чек Если ему, например, что-то Ну, не подошло Не понравилось Дома перемирил Он может, как в обычном магазине Это вернуть Или Ну, конечно Это же закон для всех один Ну, я надеюсь, что мы успокаиваем Ну, просто объясняем Ну, да Пожалуй Напоминаю, с нами Артист Друйвенек Председатель правления Рижского центрального рынка И, коль уж мы вернулись К нынешнему промтоварному Временно промтоварному А так-то историческим молочному павильону Артист, вы упомянули Что 67 торговых мест 65 из них арендованы Ну, вот коллега Пека заметил Что не все еще заняты Ну, вероятно, это связано с тем Что товары не успели ввести Может быть, в силу пандемийных Каких-то ограничений Может быть, еще что-то Что интересное Возможно Что яркое Обещается в ближайшее время Открыться Ну, если, конечно, ситуация позволит Что будет еще в этом павильоне? Ну, скажем так Как вы, Александр, очень точно упомянули Не все торговцы Еще успели завести свой товар Действительно 65 мест арендованных И на данный момент Торговцы жалуются на то Что есть некие ограничения Они не могут завести товар В таком объеме Как им это хотелось бы Но я думаю, что В принципе Весь спектр того Что мы хотели бы в этом павильоне увидеть То есть В смысле одежды, обуви Это будет предоставлено Плюс Мастеры по ключам Мастеры по ремонту одежды По ремонту обуви Это все там будет Но действительно Это не то, что Скажем, желание Или нежелание Каких-то определенных Наших мыслей Это действительно Выполнение обещаний Чтобы создать эти рабочие места В этот, ну, скажем так Прямо нелегкий Период пандемии Чтобы создавались Эти рабочие места Чтобы создавался Какой-то оборот денег Чтобы народ действительно Имел Имел возможность Скупить одежду И имел возможность Скупить обувь Но я По нашим надеждам Где-то К началу мая Практически Все эти торговые места Уже должны быть Заполнены торговцами А вот учитывая Что это все Ну, временные меры Временные решения Как вы сами сказали А как это будет Выглядеть в будущем Ну, вот через Через эти несколько лет Когда уже закончится пандемия Как преобразится Уже тогда Рынок Как он будет выглядеть Ну, по вашим планам Вы знаете Человек предполагает Ну, если так А Бог располагает Пофантазировать Возможно Вот как бы вы хотели Понимаете, что Мы Никто не планировал Пандемию, наверное И она Очень сильно ударила По всем нам Не только по рынку Не только по магазинам Вообще По общественности И морально И финансово То есть Этот удар Никто не мог предположить То есть Мы не можем Понять Как будет дальше Мы можем только прогнозировать Но по нашим прогнозам В связи с этим Эти конструкции Которые мы там Установили Они съемные То есть Мы их сможем При необходимости Использовать В других местах И переоборудовать Под другие Значения То есть Это не так Что мы построили Что-то А потом Это просто Выкинутые деньги И это придется Сносить Это конструкции Которые Легко разбираются Легко собирается И они Сделаны По такому принципу Что при необходимости Мы можем Это все Переоборудовать Эти Жалюзи Переставлять В необходимые Нам места Это все идет Как бы Чтобы мы не несли Прямые потери При Изменении В этих павильонах Скажем как В данный момент В бывшем Молочном павильоне Артист Вот к сожалению Как-то Наверное Надо будет Продолжить этот разговор Потому что Огромное количество И звонков И вопросов И замечаний Предложений По работе Рынка Говорят Что вот Жалко Что негде Поесть Нормально Правда В глазах Смотрящего Это уже Не решает Рынок Как вы понимаете Это решение Государства И Кабинета Министров К сожалению У нас на рынке Как минимум Я знаю Кафе 5-6 штук Которые дают Еду на вынос Как минимум То есть Конечно Все это плохо Но к сожалению Это не в наших силах Что-то изменить Это Общая Проблема страны Так скажем Не рынка Мы с удовольствием Это все предоставляли Если бы это было возможно На самом деле Хорошо Что даже в этих Сложных условиях Что-то происходит И происходит Позитивно Какие-то изменения Позитивные Людям дают Возможность Заработать Да Кому-то не нравится То что из молочного Павильона Сделали Промтоварный Но если временное решение Ну вот оно действительно Согласно Тем временам В которых мы Живем Последним Молочный павильон Сохранился Рядышком То есть Все можно купить Артис Дровникс Был с нами Огромное спасибо Вам пора прощаться Председатель правления Рижского центрального рынка Я так понимаю Тема горячая И наверняка Мы еще Обратимся И продолжим Говорить о том Как развивается Как меняется Рынок Ну а пока мы движемся Дальше Да Артис Спасибо еще раз Хорошего дня До свидания Ну и мы тоже Наверное прощаемся Всего доброго Хорошего дня Прощаемся До свидания Утро на Болткоме Выбор холодильников Морозильников Стиральных И посудомоечных машин А еще Телевизоры Плиты Духовки Поверхности Вытяжки И конечно же Скидки Приходи Выбирай И скорее покупай Магазины Бодовой техники Шадлер В Риге На Юрмалосгат В 30 И Берзон В 9 Я Дас Еще Одно Магазины Читайте На сайте MixNews Проводить ли школьный праздник Песни и танца Решат сегодня Говорить правду И только правду Эксклюзивные материалы MixNews Советы по коммуникации С банком От финансового эксперта Самое обсуждаемое На MixNews Европейские топ-клубы Объявили о создании Футбольной суперлиги У Ефа Против Просто интересно 10 лайфхаков Которые помогут Вашему маникюру Продержаться дольше MixNews Все достойное Вашего внимания Банана Помидора Весны Весны Шеф Лука Когда готовишь Не путаешь овощи и фрукты Пойдем выберем тебе Наиболее подходящие очки В оптиках Филман Проверь зрение бесплатно Оцени самый большой выбор Качественных очков И мы позаботимся о них Бесплатно в течение Аж трех лет Очки и проверка зрения От 55 евро Подробности в салонах оптики Имеются ограничения По силе очковых линз Оптика Филман Иногда мы заслуживаем отдыха От суеты, дождя Неожиданной драмы И таскания тяжести Так что передохни Попробуй услуги интернет-магазина Риме Покупай на Риме ЛВ И выбери для себя Самый удобный способ Получить заказ Риме Первый латвийский информационный радиоканал Радио Болтком Новости Радио Болтком Здравствуйте у микрофона Артем Липин Звук и режиссер Родион Золударев Основные новости к этому часу В последние две недели Наблюдаются рост заболеваемости Ковид-19 по всей Латвии Заявили в Центре профилактики И контроля заболеваний Праздник песни и танца Предлагается провести В эпидемиологически безопасных краях На матчах Чемпионата мира по хоккею Возможно смогут присутствовать зрители Теперь об этих и других новостях подробнее Вы слушаете информационную программу Радио Болтком Уже вторую неделю подряд По всей Латвии Фиксируют рост заболеваемости ковид-19 Сообщило агентство Лето Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арея На прошлую неделю По сравнению с неделей ранее Рост заболеваемости составил 6,4% В среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания Арея подчеркнула, что рост заболеваемости Отмечается во всех регионах Латвии Согласно данным, за последние две недели Показатели заболеваемости растут Почти во всех возрастных группах За исключением пожилых людей старше 70 лет Немного снизился коэффициент репродуктивности Ковид-19 с 1,18 недели ранее он уменьшился до 1,01 Если 12 праздник песни и танца школьной молодежи Будет проводиться в эпидемиологически безопасных краях И небольших коллективах его проведения Во второй половине лета Не поставит под угрозу ни участников, ни зрителей Заявил лидер новой консервативной партии Министр юстиции Янис Борденс После заседания коалиции Министр юстиции отметил, что в настоящее время Разрешены занятия по интересам на свежем воздухе В группах до 10 человек В то же время ведется мониторинг В каких регионах Латвии праздник может состояться По мнению Борденса, нынешняя интенсивная вакцинация От COVID-19 должна существенно улучшить Эпидемиологическую ситуацию Ко второй половине лета, когда запланирован праздник Борденс подчеркнул, что во время праздника Нужно будет соблюдать все меры безопасности А также необходимо разработать технические детали Для безопасного проведения этого мероприятия В разных регионах Латвии Премьер-министр Кришинис Каринч сообщил, что в коалиции Состоялись обширные дискуссии О проведении праздника И во вторник правительство рассмотрит Подготовленные Министерством образования и науки Варианты его организации Премьер подчеркнул, что праздник песни и танца В этом году, конечно, не состоится В его традиционном формате Так как это невозможно из-за пандемии Бюро вакцинации ожидает наиболее крупной поставки вакцин В первых числах мая, чтобы ускорить процесс вакцинации Об этом в эфире Радио Болтком Рассказала ассистент по коммуникации Бюро вакцинации Наталья Васильева Когда точно будут вновь открыты большие центры И как там будет проводиться работа Пока решение не принято Все будет зависеть от количества вакцин Которые будут в тот или иной момент В Латвии доступны Но тут хорошие новости Только вчера пришло 20 400 вакцин модерны Сегодня, буквально за полчаса до нашего с вами разговора Стало известно, что уже доставлено 11 700 вакцин Pfizer Еще на этой неделе, буквально следующий день Ожидается и партия AstraZeneca Около 12 000 вакцин Так что вакцин становится больше Но самые большие и крупные поставки Ожидаются в первых числах мая Также она добавила, что процесс вакцинации Может со временем измениться И стать проще и автоматизирований Возможно, опять-таки, будет несколько изменена схема Дело в том, что на этой неделе Запускается обновленная версия МАНа вакцина ЛВ Она будет немножко по-другому называться ВИВАД Если раньше, когда вы регистрирулись на МАНа вакцина ЛВ Вы просто выбирали примерный район, где вы хотите Рига – это центр Или Рига – это Пурсенс То сейчас там будут видны непосредственные адреса вакцинаторов Это будет такая-то поликлиника Или такая-то больница Или такой-то семейный врач Где будут открыты слоты Где вы сможете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!